Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава, глава Шмени. И наша недельная глава рассказывает о событии, которое произошло на восьмой день. Был освящен переносной храм Скиния Завета. И в этот день, в пик радости еврейского народа, происходит страшное событие, на первый взгляд, очень страшное событие, гибель двух сыновей Аарона. То есть Аарон, который должен вести служение. Мы рассказываем все подробно. Зашли два сына Аарона, они погибли. И почему сейчас мы коснемся этого вопроса, и вот это трагические события, как нужно было их вытащить оттуда, и как следующие дети должны были забрать пепел сгоревших сыновей, и так далее. Итак, у нас возникает вопрос, несколько вопросов. Недавно у нас, у наших комментариев, как же такое могло произойти, за что погибли сыновья Аарона. И очень важно, что Любайский Ревы и другие комментаторы подчеркивают, что наши мудрецы объясняют, что это были очень святые люди, и их не просто была смерть, а Всевышний сошел и огнем поглотил их души. То есть они сгорели изнутри. И объясняет это Ревы, сгорели изнутри, потому что слово горение и слово освящение, что сошел огонь, это и есть божественная вещь. То есть огонь сошел. То есть произошло что-то великое и святое. И тем не менее это великое и святое убивает двух сыновей Аарона, и они уходят из этого мира. И мы уже коснулись, мы коснемся с вами, мы говорили уже в Пуре немножко об этом. Перед Пуре мы говорили о том, об одной из причин, по которой они погибли. Мы коснемся этой тоже. Итак, давайте коснемся всего лишь несколько причин, которые говорят наши мудрецы, но они очень сильно между собой связаны. Итак, было то, что они говорили перед учителем Алоху, закон, это одна из вещей. Вторая вещь, говорит, что они принесли ненужный огонь. Третья вещь, которой мы хотели коснуться, вот сейчас я их больше коснусь, они вошли опьяненными в храм, в переносной храм. Что значит они вошли в опьяненными в храм, откуда мы видим, что это вещь, которая могла привести к их гибели, потому что впоследствии Тора говорит, не заходите опьяненными в храм. То есть, очень интересный закон, что коин-перосвященник должен всегда держаться на чеку, то есть, он не может выпивать столько, чтобы быть не в сознании, потому что в любой момент может прийти машинах, и он должен будет вести службу, а службу должен вести неопьяненный. То есть, есть разные уровни опьянения, которые говорят, что коин может или коин не может, но это отдельная тема, сейчас мы ее с вами касаться не будем. Итак, из чего мы видим, что потому что после того, как они сгорели, Тора говорит, никакого спиртного не должно там быть, ты должен заходить трезвый в храм. То есть, понятно, что это и есть тоже из этого вывода логический, что спиртное повлияло на то, что они ушли. Еще одна вещь говорит, что они были не женатые. То есть, и поэтому первосвященник, который ходит в святая святых, он должен быть женатым человеком. Я вам расскажу более тяжелую историю для нашей нравственности, как мы говорим о том, что первосвященник был женатый, и на всякий случай ему готовили сменную жену. А вдруг с его женой что-то произошло, а ему сегодня служить, и поэтому его, если что, нужно было опять же женить, и опять, чтобы он был святой, то есть, чтобы он был женатый. Потому что вход женатому в храм нужен именно человек, который женатый. Человек, который не женатый, это проблематично. То есть, это еще одна причина, о которой мы должны с вами вместе сказать. Итак, я заостряю ваше внимание на этих двух причинах. То, что они зашли опьяненными, и то, что, вторая причина, они были не женатыми. Это очень сильно повлияло, и мы сейчас попробуем с вами вместе в этом разобраться. Итак, пишется, входит вино, выходит правда. То есть, опьянение, это такое воздействие, которое многие люди хотят, и не только хотят, периодически это делают, ощутить. Почему они хотят ощутить? Потому что это помогает расслабиться, помогает отвлечься от проблем временно. Оно помогает быть более развязанным, оно помогает подняться над своим разумом. А что же такое разум? А разум – это вещь, которая нас ограничивает. То есть, когда человек выпивает, он может танцевать, делать какие-то вещи, лезет обниматься, там еще что-то. Разные периоды разного объединения, которые влияют по-разному на людей. Но все эти периоды, они так или иначе выводят человека из своего материальности, выводят человека за пределы немножко своего разума. Разум при этом притупляется. Очень интересная вещь, которую я хотел бы сказать вам, привести Рав Каплан. Был такой Рав Каплан, который написал несколько книг. Одни из книг, которые он описывает, это то, что он описывает, что такое работа нашего мозга. И он там пытается объяснить и рассказать, что на самом деле наш мозг – это не источник восприятия, а наоборот источник фокусирования. То есть, он фокусируется на какой-то определенной вещи, ненужные вещи он отсеивает. То есть, он не дает ненужным вещам войти в нашу голову, иначе бы мы думали о всяком ерунде, и мы бы не могли сосредоточиться. То есть, это фокус. То есть, наоборот, нужно, чтобы сфокусироваться. Тут он говорит, что дети-аутисты, они не могут сфокусироваться, и поэтому они в таком положении. Потому что каждая мелочь, которая им не нужна, они не могут ее отсеять. На самом деле, при нашем творении нашего мира, говорит Каббала и говорят другие книги, что есть также очень много понимания, такое, что называется мазики. Мы переводим как чертики или еще что-то. И эти вещи, которые существуют, но наш мозг, они существуют на таком порядке, что наш мозг делает все возможное, чтобы мы их не видели. Потому что, если мы будем их видеть, то будет проблема. Рассказывается история в Талмуде, что один человек захотел мудрец их увидеть, сделал какие-то действия, чтобы их увидеть, и потом с ним произошли страшные вещи. Наши мудрецы просили, чтобы от него это ушло, потому что он начал бояться, писаться, какаться, извините за выражение. Вот, произошли страшные вещи с этим человеком. То есть, понятие, что нас окружают какие-то нечистоты, оно понятно, потому что для того, чтобы наш мир был миром сокрытия, должна быть нечистота, которая должна поддерживать определенную энергию. Эта энергия попадает к ней, и она существует, и она скрывает. И поэтому мы этого не видим с вами. Потому что нам это не нужно для восприятия, оно нам только будет мешать восприятию, мы не сможем сосредоточиться. То, что наш мозг, на то, что мы не сосредотачиваемся, он отстраняет, и он не дает нам это видеть. Один из примеров, если мы заходим в комнату, человек заходит в комнату на секунду и выходит с этой комнаты, на самом деле, все, что он увидел глазами, оно уже у него в мозгу. Но он это не помнит, и поэтому есть люди, которые занимаются гипнозом, и они вводят человека в состояние, и достают с его мозга то, что в его мозгу есть. То есть у него есть вся эта комната, у него есть вся эта картина. Это используется в различных методах ведения расследований, когда берут в вводе человека в транс, и он начинает видеть то, что он не обращал внимания. То есть это и есть у него в мозгу. И мозг это просто положил на те полочки, которые можно достать, но не нужно. И поэтому часто у нас начинаются какие-то вещи, которые мы называем деживью, потому что мы видим, вроде как бы мы это уже видели. А на самом деле наверняка мы это видели, просто мозг отложил это в дальний ящик, как мы говорим. И в этот момент он достал. И поэтому наш мозг, если бы он видел все и на все сосредотачивался, мы бы не смогли сосредоточиться во все, и не дай бог были аутистами. Поэтому мозг закрывает от нас возможность видеть то, что нам не нужно, то, что ему сейчас не нужно. Он видит то, что ему сейчас нужно. И вот вещь, которая происходит, когда человек выпивает, или принимает, не дай бог, наркотики, или еще другие вещи запрещенные, они пытаются как бы подняться над его мозгом, и тогда он действительно может увидеть то, что не видят другие люди, потому что это как-то на него влияет. Помните, как в том знаменитом анекдоте, когда муж звонит в скорую помощь и говорит, «Скорая, немедленно переезжайте». Говорит, почему у моей жены белая горячка? А как вы докатались? Здесь полная комната чертей, она их не видит. То есть здесь что-то напоминает что-то такое, что почему-то, когда все выпивают или что-то, они видят часто одинаковые картины, они видят каких-то мазеким, которые в принципе не должны были видеть. Еще одна очень важная вещь, которую мы должны сказать, это то, что в связи с этим есть разные еврейские законы, которые говорят о том, что эти мазеким, эти чертики, они также причиняют определенный вред. Допустим, на закон принято, что вода не должна оставаться на ночь открытой, потому что эти мазеким могут оттуда пить, и они ее как бы могут сделать нечистой, поэтому мы пытаемся не оставлять открытую воду на ночь. И еще одна вещь, которая пишется, что когда еврей идет спать, то часть его души подымается наверх, из-за того, что часть его души подымается наверх, это частично 1,6 смерти, поэтому нечистота у него остается в теле, когда возвращается душа, нечистота уходит, остается только на кончиках пальца. И там, где человек спит, под его кроватью, еврей когда спит, там сосредотачивается нечистота, и поэтому на закон нельзя оставлять под кроватью продукты, там закрутки иногда ставят наши бабушки, или еще что-то, под кроватью оно не должно стоять, потому что оно становится нечистое, и пока болеет, это очень вредно кушать, и оно даже запрещается кушать. И поэтому вот эти нечистоты не существуют, потому что мазеким, они влияют на все вот эти вот вещи. Это то, что мы сказали. Теперь к чему мы возвращаемся? К тому, что мы возвращаемся от того, что наш мозг, он в состоянии видеть больше, и когда человек, некоторые люди рассказывают, что когда они там курнули, там или еще что-то сделали, они вдруг начали рисовать картины. Откуда у них этот талант, не знаю. То есть в мозгу есть какой-то талант, есть какие-то таланты, многие талантливые люди использовали эти вещи для того, чтобы подняться над своим мозгом и ощутить гораздо больше то, что мозг фильтрует, потому что оно в принципе невозможно. Но самое важное, почему нам запрещено употреблять эти вещи, потому что человек, не дай бог, может умереть. Он не владеет своим мозгом, он не может владеть в этот момент своим телом, и восприятие может быть такое, что у него, как мы говорим, шарики за ролик, и все, человек ушел. И почему важно это сказал, почему я сделал такую аналогию, и такую разборку этого всего, сейчас я вам объясню. Для начала я хочу рассказать историю, которую я рассказывал перед Пуримом, поэтому буду рассказывать ее быстро, кто захочет еще раз ее прослушать, может посмотреть в беседах перед Пуримом. Итак, есть еще одна интересная история с Робой и Равзейра. Это было два большие еврейские мудреца, которые на Пурим решили хорошо выпить, они собрались и начали пить перед Пуримом, на Пурим, и вот они пили, и вдруг пишется Талмуд, что один взял и зарезал другого, потом увидел, что он сделал и оживил его, а на следующий раз он ему говорит, когда он его оживил, приходи ко мне в следующий Пурим. И наши торы спрашивают, а как такое вообще возможно, что он сказал оживить, оживил его, и зарезал, праведник взял и зарезал, пишется, что он не пишется, зарезал, пишется слово зарезал, как льшахет, льшахет это поднял к святости. И объясняется, что произошло, пишется, что входит вино, входит правда, И когда входит вино, то человек может осознать больше, чем он может осознать на трезвую голову зачастую. Поэтому Рова давал ему, Равзейра был опьяненный, и Рова раскрывал ему секреты Торы. И Равзейра не смог выдержать таких больших раскрытий, его душа начала испаряться, то есть уходить из тела. И это то, что называется он его шахат, он его поднял на высокий уровень святости. Мы будем об этом говорить еще на беседе, если я успею, про кошерную пищу. И так он его поднял к святости, и потом увидел, что это нехорошо, потому что его душа ушла из тела. И поэтому он ее вернул в тело, как там объясняется все, это были духовные вещи. Зачем я рассказал вам эту историю? О том, что сказать, что когда человек опьяненный, то у него может быть очень большое раскрытие, а при таком раскрытии его душа может не выдержать. И поэтому мы видим, что произошло с сыновьями Аарона. Сыновья Аарона были настолько святые, настолько хотели посвятить свою жизнь святости, что они хотели, чтобы это не было, называется, умереть как от поцелуя Всевышнего. То есть они хотели осветиться. И, кстати, Маше пророческим даром видел, что освящение должно произойти путем того, что кто-то войдет в храм и там не выйдет оттуда. И поэтому мы видим очень интересную вещь, что было освящение, большое освящение, потому что Маше говорит, я вижу, что эти сыновья выше, чем я и ты. Он говорит Аарона, чем они выше? Если они зашли опьяненные в храм, чем они выше? Чем они выше? Они хотели по-настоящему подняться на высокий уровень святости, без которого, на такой уровень святости, они бы не могли подняться без использования спиртного, без входа в храм, они бы этого не могли. И они хотели прилипиться к Богу и уйти тут, они не хотели оставаться, их не дела остались, они души ушли, они сгорели изнутри. Почему им это так важно было? Потому что они хотели настолько соединиться со Всевышним, что они не хотели видеть этот материальный мир. Это, кстати, очень важно, я сделаю одну такую ремарку, да, это ремарка того, что многие каббалисты, которые увлекаются каббалой, да, что такое каббала? Каббала это духовные вещи. Человек, который увлекается каббалой, ему мешает его тело, ему мешает его материальный мир. Он пытается отойти от этого материального мира. И зачастую, когда человек выходит с этого материального мира, у него могут произойти то, что мы называем шарики-зарорики. Да, почему шарики-зарорики? То есть он может уйти обратно, он уже не может вернуться, потому что он уже далеко ушел. И он сходит или с ума, или еще что-то, и это очень опасная вещь, потому что надо учить это так, с учителем, и правильно. И поэтому у человека могут произойти разные вещи, потому что он хочет оторваться от этого мира. И поэтому разница, что когда человек учит каббалу, он не хочет ничего материального. Когда человек учит Хасидут, Хасидут наоборот показывает ему при помощи кабалы, насколько важно находиться в этом мире и выполнять желания Всевышнего. И тут мы переходим к истории еще раз с сыновьями Аарона, что сыновья Аарона умерли, и почему? Потому что они зашли опьяненные в храм для того, чтобы ощутить вот эту святость и уйти. Но тогда почему нельзя заходить опьяненными в храм? Потому что задача человека не умереть в святости, а жить в святости. Умереть в святости это одно, но задача более глубокая жить в святости. Всевышний не хочет, чтобы человек умер. Всевышний послал человека в этот мир, чтобы он работал и поднимал этот мир в святости. А сыновья Аарона не хотели быть в этом мире, и это неправильно. Именно поэтому и есть запрет заходить опьяненным в храм, потому что человек не должен улететь с этого мира. Именно поэтому люди, которые занимаются иногда кабалой, якобы кабалой или кабалой, они начинают говорить, ну заповедь это все далекое, я главное на духовном уровне. Так вот не главный духовный уровень, главный уровень здесь материальный, потому что в этом материальном мире Всевышний вложил духовность в материальные вещи. И это очень важно, именно что мы задействуем материальные вещи. И поэтому человек, который сильно ударяется в эту духовность, он, как говорится, он не от мира всего, говорят люди, что он в этом мире не может существовать. И когда он действительно не может существовать, если он еще пойдет в объединенном храм или еще что-то раскроется, он просто умрет от того, что он отидкалут на нефиш. Рассказывается, что когда Тареба был в тюрьме, и когда он страдал за то, что он распространяет Танию, для него был очень важный момент, это когда подошел нееврей и спросил его Аека, где ты? Вопрос, который мы рассказывали, он спросил, что Всевышний, когда первый человек съел запретный плод, он спросил Аека, Всевышний спрашивает, где ты этого человека, не знает, где Всевышний человек находится, зачем он его спрашивает, и Тареба ему ответил простой ответ, он сказал, этот ответ меня не устраивает. И он попросил ответ по Хаседуту, и Алтареба сказал точно его возраст, и сказал, а ека, то есть, другим словом, это вопрос, где ты находишься на духовном уровне, да, то есть, и он сказал, что этот вопрос, который он создал, вернул его к жизни, потому что еще чуть-чуть его бы душа не выдержала и ушла бы, потому что она настолько была в духовных мирах, настолько получала удовольствие, что если бы не этот вопрос, который ее затянул обратно, да, то тогда бы уже мы, не дай бог, не получили Таню и другие книги Алтареба. Но, тем не менее, мы возвращаемся к нашему случаю. Дети Аарона вошли опьяненные в храм, и поэтому это одна из причин, потому что их душ не выдержали. Теперь еще одна вещь, это то, что мы сказали, они были неженатыми. Почему? Потому что, когда человек неженатый, он по-другому все воспринимает. Один из примеров, который я хочу рассказать про себя и про моих друзей, когда я учился в Ешиве, я был неженатый, и я ездил в Хеврон, я ездил со своим другом в Хеврон, и мы делали вещи, которые женатый человек не сделает. Это одна из причин, по которой в армии должен быть женатый человек, потому что у неженатого человека в голове очень много дури, да, глупости. Да, он может там пойти, давайте там в войнушки поиграем, и все, женатый человек знает, что за его спиной его семья, его жена, его дети, и для него это важно. То есть, он понимает, что ему не нужно умереть за Родину, да, ему нужно жить за Родину, да, как говорится, это вот, Рабинович, готовы ли вы умереть за Родину? Он говорит, если я умру, то кто будет жить, да, то есть, мы, для нас важно не умереть за Родину, а жить за Родину, сделать так, чтобы Родина жила. То есть, солдат, который, почему одна из определений солдата, солдат, который уже женатый, он знает, что за его плечами, это не значит, что он не должен геройствовать, он знает, что за его плечами семья, ему нужно вернуться, Ему нужно победить и вернуться. Две причины. Это вещь, которая заставляет его делать меньше глупостей. И мы знаем, когда была одна из воин израильских, то когда взяли резервистов, они более эффективные. Не потому, что они более подготовленные, а потому что за плечами у них семья. И поэтому, когда у человека за плечами семья, он не захочет умирать, он не захочет улететь, он не захочет куда-то есть. Есть очень интересный закон. Мы его коснулись в Песах и в Суккот часто касаемся. И мы знаем, что больше дней праздники длится. И поэтому мы знаем, что в Израиле Песах закончился в субботу, а в диаспоре Песах закончился в воскресенье. Теперь человек, который живет в Израиле, приехал сюда, его основная жизнь в Израиле, получается, он должен меньше соблюдать. Он должен уже в воскресенье был одевать тфилин, потому что его основная жизнь в Израиле. Так пишется Тора, Алтареба говорит, человек не женатый, у него нету постоянного места жизни. То есть сегодня он тут, завтра он там. Человек женатый, только может определить свое место, где он находится. Поэтому это еще одна причина, по которой была бы для них важность выйти из храма, выйти живыми. Почему? Потому что человек, который есть семья, он хочет жить. Он хочет жить ради этой семьи. Да, это вещь, еще один фактор, который бы их сдерживал. Да, именно поэтому Коэн уготовится. Нельзя ему зайти, ему готовят на всякий случай жена, чтобы у него было для чего выходить. Да, потому что человек, у которого это... Помните, как спрашивает одного грузина, который он хочет... Вступит ли он в партию? Его спрашивают, скажите, вы за партию там готовы это сделать? Говорит, да, готовы. Готовы отказаться от сигарет? Готовы отказаться от спиртного? Готовы отказаться от красивой жизни? Готов. Готовы отказаться от женщин? От всего? Он говорит, готов. Говорит, а готовы умереть за партию? Он говорит, конечно, готов. Зачем такая жизнь нужна? Конечно, готов умереть за партию. Да? И если от всего откажется, зачем такая жизнь нужна? И поэтому, когда человеку есть что терять, он по-другому себя ведет. И поэтому есть шанс, что он выйдет оттуда, и ничего с ним не случится. И это две причины, по которой они нужны. Но тем не менее, Тора говорит, что они не сделали никакого греха в этом, что они зашли опьяненным, потому что это не было запрещено. Но тем не менее, что это не было запрещено, оно привело к той вещи, которая нежелательна. То есть, что их души ушли. И поэтому основная задача каждого еврея – жить в этом мире, работать в этом мире и поднимать этот мир к святости, а не пытаться уйти, пойти на самопожертвование, отдалиться в книге, в Тору и стать такой, как говорят, мира всего. Нужно знать Тору, нужно учить книги, но самое важное – нужно поднимать наш материальный мир к святости. Дай Бог, чтобы мы могли наши дела поднять больше к святости, поднять наш мир, осветить его. Всем желаю хорошей субботы.